Добрый день, Сергей Викторович, Мария Владимировна, спасибо за возможность. Сергей Викторович, главный вопрос, который тревожит армянское общество, это ситуация, которая складывается с пленными, находящимися в Баку, и этот вопрос не находит своего решения, как мы понимаем, и пленными Азербайджан пытается манипулировать, и, конечно, вся надежда об армянской стороне связана с действиями России, что предпринимается, чтобы добиться возвращения военнопленных, и есть ли понимание о сроках, которые, может быть, в этом вопросе положительное решение достигнуто. Армения со своей стороны всех военнопленных, как и была договоренность, выдала, но ответа не последовало. И два уточняющих момента, Сергей Викторович, раз уж выпала возможность, происходят процессы, которые не совсем укладываются в рамки тех заявлений, которые были подписаны и 9 ноября, и 11 января этого года. Есть ли какие-то засекреченные приложения к этим заявлениям, о которых нам пока неизвестно. И по статусу Нагорного Карабаха, какие есть продвижения в этом вопросе, этот вопрос насколько отложен. И в Карабахе, скажем так, есть разговоры о том, что раз уж Россия настолько помогла в этой ситуации, может быть и рассматривается возможность включения Нагорного Карабаха в состав России в том или ином составе. Такой вариант также предусматривается или нет? Спасибо большое. Ну, насчет военнопленных, это действительно обсуждалось. Это часть тех договоренностей, которые были подписаны в ночь с 9 на 10 ноября. И этот вопрос обсуждался в последующих телефонных разговорах президента России с премьером Пашиняном и с президентом Алиевым, в моих телефонных разговорах с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. И он был частью достаточно продолжительных дискуссий, когда президент Азербайджана и премьер-министр Армении приехали в Москву 11 января. Если так вот обобщать то, что происходило, поначалу действительно наибольшие проблемы были у армян. Потому что нужно было прежде всего, чтобы и те, и другие, и Азербайджан, и Армения сформировали списки людей, которые пропали, и которых они хотят вызволить из плен. Азербайджан такие списки дал, и они были незначительными. И все были не сразу, но возвращены те, кто был упомянут в азербайджанских списках. Больше каких-либо ситуаций с пропавшими, с пленными, с удерживаемыми лицами со стороны Азербайджана не возникало. С армянской стороны списки были представлены не сразу и не полностью. И сейчас впоследствии там состоялись обмены тех, кто был участником событий, завершившихся 9 ноября. Но сейчас главным является вопрос, который возник уже в начале декабря в Гадрудском районе, когда в конце ноября большая группа армянских военнослужащих, призывников, как я понимаю, была туда направлена. И они попали в плен уже через неделю, 10 дней, в начале декабря. 62 человек. И азербайджанская сторона на том этапе заявила, что поскольку эти люди были заброшены в этот район после объявления о прекращении огня и всех боевых действий, то их необходимо рассматривать отдельным порядком, а не как подпадающих под 9 ноября. Мы, тем не менее, и президент Путин, и я в контактах с моими коллегами, все-таки продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, опять руководствовать принципом всех на всех. Я говорил с министром иностранного дела Армении, пытаясь уточнить окончательные списки тех, кого сейчас не достает, но оказалось, что их гораздо больше 62. И сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана, эти уже теперь поименные списки, выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди. Но тема существует, безусловно. Если бы не было наших миротворцев, наверное, ее было бы сложнее решать, но миротворцы этим занимаются непосредственно командующим миротворческим контингентом, генерал Мурадов, в контакте со своими армянскими и азербайджанскими коллегами. Что касается, как вы сказали, утверждения, будто бы процессы на земле не вполне вписываются в договоренности от 9 ноября и 11 января, и нет ли в этой связи, как вы спросили, каких-то секретных протоколов или приложений, я, честно говоря, не очень понял. Во-первых, я не понял, в чем конкретно на земле происходит невписывание в договоренности от 9 ноября и 11 января. Ну, 9 ноября, я считаю, реализуется достаточно эффективно. Это оценка и президента Алиева, и премьер-министра Пашиняна. Вот за исключением подвисшего по упомянутым выше причинам вопроса о военно-пленных, который, повторю, вот в ее нынешней редакции, он возник в начале декабря, через месяц после подписания договора. Все остальное там, по-моему, делается достаточно эффективно. Решается вопрос о мандате миротворцев. Он должен, конечно же, быть предметом договоренности трехсторонней. Об этом говорилось в Москве на встрече 11 января. Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких секретов. Что касается статуса, то статус Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября. Это сделано сознательно. Территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента. Именно из этого мы исходим в наших контактах с Ереваном и с Баку. Сейчас отрабатываются такие нюансы, я бы сказал, детали, связанные с организацией транспортного сообщения, снабжения, зоны ответственности миротворцев, оказания в ней гуманитарного содействия людям, которые туда вернулись. Уже 50 тысяч армян вернулись из Армении, собственно. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы международные организации имели возможность, кроме Красного Креста, который там давно работает и продолжает это делать, координируясь с нашими миротворцами, другие организации, включая ЮНЕСКО, управление по беженцам, ООН, управление по гуманитарным вопросам, они сейчас согласовывают формат своей оценочной миссии с Баку и Ереваном. Там есть тоже вопросы, связанные прежде всего с противоречиями вокруг статуса. Ровно потому, что статус является, статус Нагорного Карабаха, проблема статуса является такой противоречивой, если брать позиции Еревана и Баку, и было решено тремя лидерами обойти этот вопрос стороной и оставить его на потом, на будущее. Этим, в том числе, должны заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Они сейчас возобновили свои контакты со сторонами, собираются еще раз ехать в регион. Но вопросы статуса будут решаться тем легче, чем быстрее на земле будут выполнены заверения, которые прозвучали и из Баку, и из Еревана, о том, что главное сейчас наладить повседневную жизнь всех общин этнических и религиозных, которые в Карабахе сосуществовали и должны восстановить свое мирное добрососедское сосуществование. Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации, вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать по поиску такого решения, нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе и самое главное, безопасность для людей, которые здесь жили всегда и должны жить в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok